привет это вторая часть видео разбор не разбора такого скажем постфактум разговора на тему интервью ирины шихман и татьяны васильевой первая часть была посвящена харассменту и моему опыту связанному с этим сейчас я сделал передышку сейчас заливаю это все в youtube сам параллельно покушал хотя бы пообедал и сейчас все-таки там большой большой пласт тем которые мне оказались безусловно очень актуальны и сейчас я продолжу продолжу их разбирать вернусь я да в красивый антураж прошлый раз майку пришлось переодеть как вы могли заметить что-то моя хроническая склонность сейчас секундочку ну давай 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 поворачивайся это моя хроническая конечно потливость мешает мне ну или помогает не знаю посмотрим и так про а фамилии мне я тоже поменял свою фамилию как татьяна васильева поменяла там лежит моя футболочка сохнет мне не могу сказать что прям пришлось да никто меня не вынуждал менять мою фамилию когда я я собственно родился и вырос до 30 лет с фамилией скуратович сергей до скуратович игорь и сергей игоревич скуратович и фамилия моего отца логично но у меня всегда было с ней внутреннее противоречие да во первых она мне не нравилась с точки зрения я знаю что в россии многие когда слышали во первых они делают дарение на букву а скуратович и как-то она звучная для 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 славянских народов но беларуси так сейчас я себе зашку это мне палальта называется мне я был в ретрите мне подарили это палальта это дерево которое обладает ароматом определенным и его нужно зажигать для того чтобы в общем типа как благовония вот и я кстати зажигал его перед тем как сделать перерыв на обед ну что тут он погас первый раз то делаю действительно пахнет неплохо и интересно интересно я периодически себе свою квартиру освежаю свежим 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 ароматом каких-то благовоний чтобы как тогда я в принципе уже не чувствую этого дыма который у меня здесь есть но периодически все равно хочется каким-то образом перекрывать да для для тех кто здесь будет жить дальше после меня в этой квартире чтобы они как-то чувствовали может быть что он тухнет на палальта в общем мне моя фамилия не нравилась самому потому что может быть потому что я и не гордился на белорусском языке скоро это типа кожа до типа и я всегда для себя думал что какой-то мой древний предок там может быть занимался продажей изделий из из кожи животных и данным фамилии же каким-то образом давались кому-то да и по какому-то может быть по навыку или еще что-нибудь да вот шихман говорил о том что у нее сапог ман наших сапог ман вот у меня может быть какой-то древний родственник занимался производством там не знаю из из кожи там чего-то там каких-то изделий да и может быть поэтому такая такая вот фамилия у меня никогда меня никогда не дразнили за эту фамилию но смысле что у меня были какие-то прозвища типа скурик там ну кто-то кто хотел меня обидеть говорили шкура вот кто-то и меня это очень все с детства прям мне вот это слово очень не нравилось и я думал блин почему это как это фамилия почему мне можно обзывать за эту фамилию блин а потом еще на это наложилось конечно то что я не знал своего отца и я как-то всегда воспринимал с точки зрения блин этот человек мало того что в моей жизни не участвует так еще и какую-то фамилию мне дал какую-то обидную да и и потом я как-то с одной стороны когда мета называли нас курик там или что-то вот в этом роде она как-то всегда было по-доброму и и и и я себе почувствовал какое-то вот какой-то вот ну окей ну если людям так нравится ну мне неприятно я говорил что мне неприятно ну это для них они не считают что они меня обижают да я в этом смысле всегда вспоминаю там других артистов там как-то кто менял фамилию там ради псевдонима звучного какого-то да и люди которые вот их хотят уколоть как-то там не знаю тут же например веру брежневу например кто-то хочет уколоть и пишет вот галушка там вот она вот то да сё то вот это вот все я думаю ну человек когда пытается оскорбить кого-то используя вот зная какое-то слабое место но может быть для нее кстати это не слабое место может быть ей нравится ее фамилия она и не скрывает по моему да и может быть для нее это не слабое место но если человек пытается вот уколоть то есть он с ней не знаком лично да но вот он за что-то и ненавидит да за то что она там может увела мужчины из семьи или может быть потому что она тоже из бедной семьи но вот вере брежнева удалось познакомиться с константином миладзе да и спастись из этой из этой бездны бедности да а вот ей нет и поэтому она будет ненавидеть эту галушку вот эту веру брежневу за то что она добилась успеха и за то что она будет все-таки счастливой и поэтому она будет через ну в общем когда человек кого-то пытается оскорбить в комментариях да он в первую очередь оскорбляет конечно же себя вот особенно зная какое-то слабое место это конечно не красит когда человек откровенно говорит о том что он это да и так и такое было и да это мое прошлое да это моя судьба смысле 2 это моя история и я я не отказываюсь а когда это было но это было в прошлом все мы растем всем меняемся да вот была фамилия такая сейчас вот она брежнева пользуется этим хочет уколоть то конечно человек в первую очередь показать только свой собственный уровень поэтому мне сейчас не не страшно об этом говорить да я думаю что это не секрет если кто захочет разобраться узнать была ли у меня другая фамилия как всегда конечно об этом нужно впоследствии с отцом мы не общались я думаю что во многом это было связано и с тем что мама моя самого детства вот эти вот классические отношения когда мама тебя науськивает постоянно что отец плохой отец вот тот а тот а он не какие-то из тюрьмы даже письма писал какие-то открытки слал я помню переплетал у него был очень красивый шрифт я очень хорошо это помню может быть он не сам писал кстати может быть там же там короче делали такие вот из открытки и этом плетали как-то не знаю кто-то получал открытки из тюрьмы не знаю в тюрьме свои там какие-то в общем они занимаются разными штуками там они оплетают эти открытки полиэтиленом как-то оплетают делать какую-то рамку из ниток вот потом красиво так расписывают красивым шрифтом то у меня было написано сереженька там поздравляйте с днем рождения это помню мне приходили такие письма и хранил вот но никогда на них не отвечал сейчас спрашиваю себя почему вот и может быть конечно когда там отец вышел из тюрьмы и пришел ко мне может быть он причинял мне вот эту боль подсознательно потому что не отвечал я не отвечал на его письма может быть я тоже никогда не не исключал такую возможность сейчас вот я да когда вспоминаю как в какой момент в наши отношения наших отношений начался разлад дамы отец ошибся совершил какие-то проступки вот но но мой отец да и у меня не было причины не отвечать ему на эти письма у меня была была мама которая говорила мне о том что мне этого делать не надо ну я почему-то соглашался и все время тухнет это пола это буду поджигать его вот это как со свечкой стоять забавно правда мама говорила что не надо этого делать и и в какой-то момент может быть когда он он же типа когда он вышел из тюрьмы первое дело что он сделал пришел ко мне вот ну может быть какая-то вот это я говорил про то что он не причинял очень много боли и обижал меня потом когда он вышел из тюрьмы пропивал мои вещи вот и обещал мне там на день рождения я просил его очень сильно собаку мне купить я всех своих родственников просил маму всех просил хочу собаку и он меня пообещал что на день рождения мне подарить собаку я прихожу какой но он жил в частном секторе вот я приходил лерь ты ходили на свой день рождения ко мне я прихожу свою на своих граждений в частный сектор он валили лежит на своей кровати объявлено бостоны вот никакой не собаки никаких не подарков ничего может быть он не мстил за то что я ему не писал не отвечал на его письма может быть может быть просто может быть просто так он и не парился не знаю чем это очень сложно и меня до сих пор помню все и все эти истории какой-то момент я просто прекратил наши ну то есть у нас так было достаточно мало встречи все они причиняем вот такой вот ужасную боль однажды он ко мне пришел подарил мне рюкзак типа в школу он был какой-то блять какой-то ебанистически дешево у меня начала там вот была такая шлейка через ну то есть он был как барсетка как поясная сумка только вот одна вот такая вот была вот эта штучка шлейка такая да и сзади рюкзак она такая надевалась через бок как поясная сумка практически и вот эта шлейка через два дня начала отрываться я хожу в школу она уже я вижу там нитки уже пошли уже уже сейчас два дня и она вот рвется вообще это шлейка и где-то проходит пару дней я прихожу домой и у меня у меня пропадает этот рюкзак ну то есть он как его принес так и и вынес его вот а еще пропали там мои у меня был пушка в шкафу лежали кассеты в несколько рядов вот так вот стояли разные я покупал себе кассеты покупал себе диски мне не на чем было слушать диски но я себе покупал там тату для коллекции и я смотрю что я стоят эти ряды я через какое-то время что-то за решил зайти там более дальние засунул руку хотел найти более старые кассеты какие-то ну которые во втором третьем ряду стоит я понимаю что их нет что он оставил только первый ряд для видимости а второго третьего все они кассеты мои уносили конечно же я понимал что это что-то что отец такого сделать ну что человек который так делает не может называться себя отцом и сколько потом в жизни было событий когда он мог чем-то помочь но он решил так не делать я решил когда не наступило 30 лет ну как-то там это совпало наверное мы все же думаем об этом да это день рождения вот это все все что-то меняется плюс я тогда только вернулся из москвы у меня было стойкое желание что-то поменять мне казалось что все мои проблемы в моей жизни за из-за этой вот грязи из-за этой грязной фамилии из-за вот этого всего того что я ношу не хочу я вообще я хочу перечеркнуть вот это все эти неудачи которые у меня были и в том числе и в москве и как-то их связывал с фамилии с родителями что они как-то не не дали мне никакого вот этой любви и внимания заботы и подумал что я честно я же брал себе псевдоним этот рей потому что мне не хотелось выступает сергей скуратович мне казалось что какой-то бард какой-то что такое вообще что за сергей скуратович что за поп-певец такой сергей скуратович другой стороны куча есть артистов с разными фамилиями не самыми звучными и хочу им не мешает выступать и здесь скорее конечно было мое внутреннее желание эту фамилию от нее избавиться и я как-то вы решили начать все с нуля начать какую-то новую жизнь сначала больше никогда чтобы никогда больше не вспоминать про то что я когда-то был этим скуратович что мне как это был были все вот эти родители там да вы что вы чтобы вот эту всю черни вот это все негатив все оставить в прошлом но лишь как получается что сколько ты не беги от своего прошлого все равно ты не убежишь от него и проще проще его признать и я очень горжусь тем что я взял фамилию бабушки вот причем что я взял фамилию бабушки именно девичью получается фамилию своей прабабушки данная прабабушка вера ульянова и прадедушка михаил сидорович вот моя бабушка была их дочь на наталья она была дважды замужем она была медведевой и а ножка вот я даже думаю может быть взять либо медведев себе фамилию ну а ножка не думал потому что вырос я уже когда бабушка была во втором браке я видел что она со своим новым мужем ну для меня он тогда был просто дедушка я не знал что второй дедушка что у меня есть первый от которого родилась моя мама и что от этого дедушки что не он отец моей мамы я как-то об этом не очень чтобы сильно думал но я понимал подознательно что они уже живут моей бабушка какую-то жизнь вместе просто в одной постели спят но или на разных постелях но это уже не отношения не семейные отношения они не поддерживали отношения поэтому конечно брать эту фамилию я не хотел я знал что она в нелюбви жила с этой фамилии какое-то время может быть начиналось конечно не может быть наверняка начиналось с хорошим вот и а дедушку своего медведева я вообще не знаю он по моему оставил мою бабушку еще когда была с грудными ну с грудными детьми с моей мамой с моим дедушкой и подумал что тоже было бы наверное неправильно брать его фамилию поэтому взял девичью бабушкину ну и красивая я конечно вообще не не бум-бум в истории очень не знаю почему там кто-то любит ленина почему кто-то его ненавидит все думал в этом разобраться в конечно у всех это ассоциация ульянов ленин конечно же единственное что я только вот в этом году услышал фамилию что с с михаилом ульяновым актером еще вот кто у кого то есть ассоциация так в основном конечно же с владимиром ильичом но для меня это фамилия родная и с детства я как-то вот ульяновы да как то вот несмотря на то что я по по национальности у меня мама русская папа беларусь как-то да получается фамилия русская но если честно я вообще не не приверженец культа национальности для меня вообще это какая-то абсолютно ебала вот эти вот люди зачем-то вот придумали себе очередной вот кто-то вот как в моем детстве там рэперы и рокеры друг друга ненавидели почему-то там да или кислотники люди вот придумали себе причину вот и ты вот у тебя другой цвет кожи или у тебя другая национальность значит мы с тобой будем ну вот людям лишь бы просто придумывать какие-то себе врагов на ровном месте я считаю что есть вообще считаю себя космополитным человеком мира и то что я родился в беларуси очень не говорят ну что обязан что-то этой стране или у меня мне было только бесплатное образование до школы но я об этом не просил и поэтому я не считаю что это что-то должен да да и плюс я со всех своих работ все плачу налоги так что мне кажется я все что мог по закону отдать я отдаю но мне кажется что и я не должен как ну то есть я не испытываю не то что должен я вообще в принципе даже не думаю об там хотя сейчас говорю значит думаю чем не испытывал какой-то какой-то необходимости что-то что-то отдавать я все все что мог все отдал мне мне пришлось получить бы в общем поэтому к национальностям я отношусь спокойно вот у меня вся линия по папе белорусская вся вся по линия по маме российская и даже вот этот вот мой разрез глаз он даже и идет из каких-то азиатских вот этих вот историй поэтому я такая это необычная внешность эти узкие глаза с вроде бы со славянской со славянским типажом что-то такое у нас с сестрой в этом очень сильно похожи хотя у нас отцы разные вот это вот у нас нам передалось но и она кстати по кей-попу сейчас она как-то вот нашла применение своей своей своим внешним внешним особенностям она как-то их совместила со стилистической художественной составляющей своей жизни в общем и конечно татьяна васильева в своем интервью говорит о том как она в связи с фамилией конечно это но это глубочайше просто проявление какого-то маразма вот это вот все то что человека из национальности могут там лишить работы лишить обратно то есть человек был вынужден не мог поступить в университет из-за того что евреи вот это вот ну я не знаю но это так вот как как-то ты слушаешь это но это же настолько дико настолько просто ну какой-то какой-то какая-то какой-то сюр ну то есть не можешь понять но неужели неужели это действительно возможно неужели люди могут себе позволять такое неужели другим людям не понятно что от этого зависит чужая жизнь ведь сейчас вот лишая человека быть вот как она говорит ее сестра хотела быть врачом ну и пришлось стать и пришлось стать инженером вот что что это что это такое хотя я вот говорю это сейчас его понимаю что и и моя жизнь про то же самое я хотел стать актером певцом музыкантом зарабатываю себе на жизнь и и и виной в этом как раз таки даже не даже не фамилии вот но вот это вот перечеркивая жизнь да конечно я не буду я не буду сейчас скрывать конечно определенная маркетинговая составляющая в этом было поменять фамилию для того чтобы поменять фамилию для того чтобы стать кем-то лучше лучшей версии себя но разве можно себя за это винить ну разве можно винить себе за то что ты хочешь быть лучше за то что ты хочешь избавляться от плохого за то что хочешь избавляться от негативных воспоминаний я каждый раз когда я задаю себе вопрос разве я сделал что-то плохое я отвечаю себе нет поэтому для меня большая честь нести фамилию моей бабушки моя бабушка была она была единственным лучиком света в моей жизни и кстати говоря то же самое она говорила про меня сейчас сейчас тогда когда я был маленьким она говорила что ты мой лучик света ты мой солнышко вот когда мы там приходили в гости или к нам приходили в гости бабушкины подруги с работ они все говорили ты серёжа сам смысл жизни как будто бы бабушка это мой смысл жизни моя сейчас конечно большая цель чтобы я очень хочу все все вернуть то что было разграблена разобрано потрачено украдено вот все то что моя бабушка имела то что она смогла построить вот эту квартиру все это было потеряно ничего не осталось и моя большая задача конечно вот это все сделать так чтобы она помогла мне гордиться давайте так еще про что поговорим о репутации последних несколько видео да я снимал таких весьма почему последних несколько да все они очень откровенные, все они очень личные. И, конечно, вот я сейчас, наверное, не буду скрывать, я, наверное, в каком-то смысле делаю их специально какими-то, вот если быть честным с самим собой, я все эти видео делаю специально такими наотмашь, да, потому что я вот как для чего я себе набивал эти татуировки на веках, да. Я очень сильно хотела избавиться от людей в своей жизни, которые не готовы. Во мне было всегда очень много, я всегда был таким, вот я всегда был внутри, вот то, что я сейчас говорю, вот эти вот все противоречивые мысли, все вот эти сложные ситуации, я всегда был таким, но в социум я себя всегда нес как позитивчик, супер-супер работяга, супер-отличник, супер-молодец, все сделает, все получится, ну то есть забивал полностью на себя самого, да, и, что не разгорается, это пола-альта, все делал вот правильно, как, каким должен быть правильный человек, да. Правильный человек никогда не будет рассказывать публично про свою ориентацию, публичный человек никогда не будет рассказывать про то, что у него отец сидел в тюрьме, про то, что этот отец там бухал, или то, что он, или то, что его родители пропили, потеряли квартиру. Молодец будет делать вид, что у него все хорошо, что он сегодня и всего поел и всего денег ему хватает потому что он не хоть он не хочет привлекать к себе внимание он не хочет потому что он знает что ему все равно никто не поможет я уже записывал это видео про то когда я работал на клеил эти зимой билборды до рекламы на билбордах без без зимней одежды я понимал что никто никто мне не поможет я могу плакать рассказ я тогда всем рассказывал о том какие у меня родители как надо мной издевается отчим все говорили серёга какой ты молодец по тебе даже никогда в жизни не скажешь что у тебя такая сложная такая тяжелая жизнь какой же ты молодец и ровно на следующий день забивали хуй на меня просто знаешь самое интересное что когда мне исполнилось 19 лет ровно когда мне исполнилось 19 лет кто-то вот так вот мне сказал а почему ты не лишил своих родителей почему-то если твои родители тебя не расти или там дались почему-то если последний там ушел из дома в 15 лет почему это твои родители почему-то не лишил родительских прав своих родителей, ты же мог получить квартиру от государства, да, бесплатную, если бы ты лишился своих родителей, ну, твои же родители тебя не растили, ты же ушел из дома, тебя же над тобой издевались, ты жил в каком-то бомжатнике, почему ты не лишил их родительских прав? Я говорю, блядь, а где вы были? Где вы были, сука, год назад, два года назад, когда я всем рассказывал, пожалуйста, мне нечего носить, помогите мне, все говорят, Серега, ты молодец, ты молодец, ты такой, по тебе никогда не скажешь, ну, хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь мог мне сказать о том, что у меня есть возможность получить квартиру, и сейчас бы я не сидел бы и не думал о том, зачем мне платить за следующий месяц за эту квартиру арендованную, да? Вот все про репутацию, это про то, что вот говорить, не говорить, я вот поэтому старался никогда не говорить, я понял, что говорить кому-то бесполезно, никому не нужны нытики, никому не нужны слабые люди, все равно никто тебе не поможет, тебе помогут только тогда, когда уже все будет неактуально, если уже будет 19 лет, лишать родителей уже будет поздно, всех этих прав родительских, и единственное, что ты можешь сделать, это нести свой крест, не просить ни у кого никакой помощи, и только вперед, из песни двигаться дальше к своим целям. Ну, и вот это вот долго сохранялось, у меня был, наверное, вот таким самым вот главным моментом, про который бы мне хотелось сказать сейчас, почему я все-таки начал это все делать. Когда-то в Хорнейте был парень, у него был ник, Робин Гуд, и подпись у него была. Беру у бедных, даю богатым. Я на тот момент уже работал в банке. И у него были все его фотографии, лицо было видно, да, ну, то есть, с одной стороны, к этому статусу можно было бы отнестись как к шутке, я увидел в этом открытое блядство. Ну, каждый человек имеет право просто заниматься сексом и говорить об этом. Но для меня это тогда была какая-то мозговыносящая херня, ну, то есть, у меня в моей парадигме вообще, взаимоотношений, этот статус, он вообще, он был невозможен, не коррелировал. Ну, то есть, такое про себя мог написать только человек, который себя не уважает. Ну, я знаю некоторых девушек там, типа, из серии у меня вот есть подруга, она говорит, у нас была девчонка в, там, не знаю, в компании, Робин Гуд. Вот про кого-то могут так говорить, типа, за глаза, да, ну, чтобы так человек говорил сам про себя, это про какой-то либо сверхуровень какой-то самой иронии, но мне казалось, что это совсем про другое, про это какой-то уровень такого неуважения к самому себе. Ну, не будем давать этому оценок. В общем, суть в том, что буквально пару месяцев спустя я увидел, что этого человека пригласили работать на публичную должность. Ну, так получилось, что, да, в геймире все друг друга знают как-то, да, и плюс-минус все там, плюс-минус все понимают, да, никто там ничего никому не афиширует, но через несколько месяцев этого человека взяли в одну из крупнейших белорусских компаний, на одной из публичнейших должностей, которая постоянно подразумевает под собой работу с камерой, работу со СМИ, работу с медиа, да, и при этом у него был этот аккаунт в этом хорнете, где постоянно было написано. И я сидел, я тогда работал в банке, у меня просто не укладывалось в голове. Я думал, так, стоп, я сейчас, может быть, не то чтобы я хочу написать то же самое, может быть, я не хочу написать то же самое, но я, может быть, хочу в этом хорнете выложить свой профайл со своей фотографией, не хочу выкладывать вот такие вот фотки вот посюда, да, я хочу выложить свое лицо, я хочу иметь возможность в нашей стране спокойно знакомиться, не переживая за то, что... А у меня было стойкое ощущение того, что если я выложу свою фотографию в этом приложении для знакомств, я подведу свою компанию, что компания мне никогда за это... Ну, то есть, что, может, кто-нибудь увидит, что поднимется скандал, и я подведу свою компанию, что вот в таком-то банке, что вот, ах, вот, там, в Альфа-банке или на тот момент в Белоруссбанке работают геи, да еще и открытые геи, которые еще там публично пишут, беру бедных, даю богатым, да как же такое может быть, да кого бы понанимали, и это обязательно будет... Попадет мой начальник под раздачу, попаду я под раздачу, попадет банк под раздачу, это же гомосексуальная тема, это очень скандальная тема, обязательно уйдут клиенты из банка, обязательно я буду виноват в этом, и, конечно же, мой уровень достоинства не позволял, в смысле, ответственности, мой уровень ответственности перед моим местом работы не позволял себе такого, и что же было, и какой же был мой шок, когда человек со статусом, беру бедных, да и богатым, устраивается в одну из самых крупнейших белорусских компаний, на одну из публичных должностей, и при этом не удаляет свою анкету, не прячется, ничего не делает, и при этом потом еще много лет в этой компании работал, и ничего, блядь, не изменилось. Я в этот момент подумал, блин, так может быть, проблемы вообще ее нет, или она во мне, или может быть, я слишком большое количество ответственности применяю к своей жизни, а может быть, моя работа того не заслуживает, может быть, моя бы работа попарилась о том, что у нее работает гей, который хочет жить свободно, почему об этом запариваюсь я по отношению к своей компании, а не компания запаривается по отношению ко мне, о свободной жизни какой-то, да, о комфорте своих сотрудников, да, и тут же, и тут же я вот, проводя историю с интервью Татьяны Васильевой, там она рассказывает про то, как ее отец вернулся с войны, с больными легкими, да, с язвой, с истребующим лишаем, без зубов, да, и я вспоминаю, когда я уволился из Альфа-банка, у меня, за то время, когда я туда пришел, за почти 4 года работы, у меня там от 8 сотрудников в отделе стало 4, да, за это время, так как было тяжелое экономическое положение в стране, рубль обесценился там в несколько раз, моя зарплата становилась все меньше и меньше, вместо того, чтобы, ну, то есть, людей приходилось сокращать, я, конечно, могу похвастаться тем, что да, вот сокращали там и маститых людей, которых, а я вот оставался, сокращался отдел, увеличился функционал, зарплата не росла, ну, то есть, она якобы росла, потому что, да, в других компаниях, там, как рубль, вот, обвалился, так она и, так они и получали, то есть, получали, в один день начали получать в 3 раза меньше и все, и получают, а у нас там, ну, через полгода, через год, ну, чуть-чуть доиндексировали, но все равно, через 4 года работы в банке я ушел с зарплаты меньше, чем она у меня была на входе, смешно, правда? То есть, я проработал в компании 4 года, у меня увеличился в несколько раз, потому что сократили кучу людей функционал, а ушел я с зарплатой меньше, чем я приходил туда, да, и я ушел оттуда с, у меня вот уже в самые тяжелые времена, я же еще параллельно, когда получал второе высшее образование, я ушел оттуда с псориазом, мне начался в 25 лет, в 24, псориаз, можете себе представить, 24 года старческая болезнь из-за нервов на нервной почве, у меня начался, чесотка была, я себе раздирал ноги просто до крови, у меня, я не мог остановиться, я думал, что это псориаз, но это была еще отдельная история, я просто не мог остановиться, я чесал себе вот эти ноги, у меня прям... и ночью это часто происходило, я даже не чувствовал, как когда-то во сне просто себе раздираешь ноги до крови, у меня упало зрение, я себе потом делал лазерную коррекцию зрения, у меня начался гастрит, да, и уволился я из банка, у меня было 0 рублей на счету, ну то есть все то, что я себе сэкономил, я потратил на два клипа, на своих первых два клипа, на клип легкий и на клип не отдам, порядка двух тысяч долларов за первый и за второй, ну там даже не двух тысяч, там где-то восемьсот, восемьсот, что-то такое, то есть тысяча шестьсот долларов, это вот все, что я отложил себе за эти четыре года жизни, при этом не снимая квартиру, живя в своей квартире, ну не в своей квартире, а на своей жилплощади у меня была комната, я уже рассказывал про это, и я так подумал, а стоили вот эти жертвы, сколько я, как я жертвовал своей личной вот жизнью, да, как я боялся подвести свой банк, сказать о том, что в ней там работает открытый гей, вот это все, да, боялся разместить свою фотографию на сайте, чтобы лишь бы только про банк ничего не подумали, а ушел из банка с псориазом, с испорченным зрением, с гастритом, ну, с чесоткой, и без денег абсолютно, с зарплатой меньше, чем входил, и я вот до сих пор вот этого и понять не могу, это я, и я вот не могу сказать, что я не просил, я же, я же просил, если бы я не просил, у меня бы и того уровня зарплаты не было бы, и не было бы и вот того, что есть сейчас, ну, в смысле, и не было бы и тех зарплаты, с которой я уходил, я постоянно просил, пожалуйста, поднимите, пожалуйста, поднимите, у меня увеличился функционал, вы же видите, сколько я делаю, пожалуйста, поднимите, пожалуйста, поднимите, а пару месяцев назад я встретил коллегу с которым работал в банке он меня типа спрашивает ну мол как тебе там на новом месте как ты там сейчас все как дела у тебя я говорю ну как на работе типа я говорю ну как все нормально но хотелось бы лучше ну так и говорит о узнаю сергей я думаю блять сука хочется сука ебануть тебе с ноги поживи ты сука с моего поживи ты блять на одну зарплату когда тебе не хватает на еду не хватает ни на что когда-то блять посадил себе здоровье получил псориа зрение и ты себе и ты себе просишь единственное что ты просишь увеличить себе зарплату хотя бы сделать ее не то чтобы хотя бы больше хотя бы довернуть вернуть ее на тот мой уровень на котором она была и тебе говорят о узнаю сергей ему типа всегда мало чего-то он всегда хочет чего-то большего сука киевы блять все неблагодарные и поэтому я наверно сейчас записываете видео потому что мне уже абсолютно до пизды и и да я говорил про татуировки да я начинал с того что я себе в какой-то момент вот меня уже вот это опять таки было на 30-летие меня переклинило то что я прихожу постоянно и не ради ради имиджи компании там да готов там жертвовать своей личной жизнью ради там пересиживать на работе получается одно образование получать 2 ведь не это экономическое нахуй было не нужно образование мне сказали что серега мы тебя готовим на руководящую должность в этом банке давай получай это высшее образование потому что без высшего образования ты не сможешь получить должность я думаю ну нахуя мне это высшее образование вы же все прекрасно знаете что я буду тупо ходить на эти сессии блять я работаю 24 часа в сутки я просто спешу блять все эти экзамены получу этот диплом в рассрочку и это будет но я потрачу на это столько сил столько эмоций столько блять денег столько столько боли потрачу просто для того чтобы у меня была корочка что потому что я без этой корочки не могу занять руководящую должность да что это за хуйня вообще такая зачем человеку блять постоянно заняты гибанистической фикции у меня есть мои кейсы у меня есть моя работа у меня есть мой имидж у меня есть весь мой опыт предыдущих проектов нахуя мне это блять второе высшее образование конечно я мог бы сказать да это классно второе высшее образование но давайте честно нихуя я не вынес из этого второго высшего образования я из первого ничего не вынес если бы мне не было театральной школы я учился я что такое быть режиссером на заочке ну что такое быть режиссером на заочке хуйня это блять на постном масле ты приходишь на сессии два раза в год на две недели что ты блять за это время выучишь если бы у меня не было театральной школы нет не было бы ни одного образования школа у меня была лучше университета точно это я говорю как человек который проучился театральном университете пять лет я точно могу сказать моя театральная школа дала мне намного больше чем университет. Более того, я видел, как выступают эти дневники, очники, и по сравнению с очниками так точно больше. Вообще не люблю сравнивать, но это факт. Поэтому вот эта вот вся история про вот это образование, хотя ты работаешь совсем другим, занимаешься, не знаю. Вот я набил себе татуировки на веки, чтобы меня больше не брали никуда в компании. Я это сделал так, чтобы, если вы не готовы с тем, что у вас будет работать гей, или у вас будет работать какой-то неформал, или у вас будет чувак с татуировками на веках, если для вас это какое-то табу, если человек с татуировками на веках, это значит, что он больной, или это перечеркивает все 48 успешных кейсов, которые у него есть в его копилке. Если для вас это так, то нахуй вы мне сдались, честно. Но и это меня не спасло. По итогу все равно, когда ты проходишь вот этот вот период, проходишь, когда тебя принимают с татуировками на веках, ты начинаешь испытывать какую-то определенную лояльность к своему работодателю, да, вот он тебя взял и с татуировками на веках, ты ему благодарен, ты думаешь, что вот с этими людьми ты сейчас сможешь построить новую жизнь, но получается по итогу, что ты все равно сталкиваешься с этим и тем же. Ушел я ровно из-за того же, что за 4 года мне так и не подняли мою зарплату, ровно так же я 4 года просил мне ее поднять, и в итоге из-за того, что рубль постоянно обваливается, ушел с зарплатой ниже, чем я получал на входе. И как, блядь, это людям объяснять, ну, я не понимаю, ну, то есть я должен питаться святым духом или что мне нужно сделать, или я должен просто... И причем, что меня, конечно же, да, как... как... вот такой вот типа сериал, вот ему все мало, вот ему этому, у Ульянову все мало, уходит он. Ну, уходит, значит, значит, мало, да. Значит, я просто, блядь, хочу поесть, да, не хочу не выбирать между купить мне одежду или съездить в отпуск, если я этого не заслужил за свои 4 года работы в вашей компании, то, ну, окей. Вот тут выбирала, что еще об этом поговорить с точки зрения интервью. В общем, я очень сильно, честно скажу, был шокирован в хорошем смысле интервью Татьяны Васильевой, и все эти темы, которые мне... которые я услышал, были безумно актуальны, и для меня это, конечно, невероятный уровень уважения, и я хочу тоже быть честным предельно. Правда, реальность, она не всегда вот такая глянцевая, красивая и яркая, как мы ее себе рисуем. Хотим, чтобы она выглядела. Все мы хотим, конечно же, что... Ну, хотят... Почему, блядь, опять обобщаю? Я хочу, чтобы моя реальность была яркой, красивой, солнечной, сияющей, замечательной. Но если этого не получается, то жить в обмане, это тоже не мой вариант. Я не хочу жить в обмане. Если человек послушает меня и сделает из этого выводы то, что я одно, ну, это значит, мне этот человек просто не подходит. Может быть, после этого видео мне станет легче. Может быть, меня вообще никогда не возьмут больше никуда, ни на какую работу. А может быть... А может быть, ничего не изменится. Может быть, просто никто не посмотрит это, ничего не произойдет. Еще много тем, конечно, было поднято, но я... Пока, наверное, не готов. Не готов больше ничего на эту тему говорить. Не хочется создавать вид какой-то жертвы. Ну, да, действительно, жизнь не самая простая у меня. И я умею радоваться, как однажды сказал мой приятель, с которым мы сейчас не общаемся, что я умею в моменте радоваться каким-то хорошим вещам. И это правда. Сейчас у меня какое-то вот желание все преуменьшить, все обесценить. Но... Давайте будем откровенны. Я... Это тоже... Такой взгляд тоже имеет место быть. И... И этот шаг мне... Возможно, я когда-то действительно через какое-то время посмотрю это видео и подумаю... Без этого шага я бы не стал бы лучше, не стал бы больше, не стал бы сильнее, не стал бы... Не добился бы того, чего я хочу. Ведь на самом деле основная цель за всеми этими видео стать по-настоящему счастливым, окружить себя теми людьми, которые готовы меня принимать таким, какой я есть. И с этими... Я же ведь несу... Я же не несу какое-то разрушение. Я несу под собой, под этими всеми темами, что-то большое, что-то... Что-то то, что должно сплочать, то, что, в общем, сделает мир лучше. И поэтому... И поэтому не надо бояться. Не надо бояться. Умный человек всегда услышит, что за этими словами стоит. Какой смысл за ними? Глупому объяснять ничего не будет.